Ну, это вот кусочек воспоминаний, который опубликован в небольшой книжечке, которая называется «Защита творения», которая вышла к 150-летию моего отца. Празднование иконы «Утолимая печали» падает на 25 января по старому стилю и на 7 февраля по новому. Именно эта дата, а не 6 февраля, и есть истинный день рождения моего отца, который всегда помнил свою небесную покровительницу. Который что? Который всегда помнил свою небесную покровительницу. Светлый образ моего отца, академика Николая Дмитриевича Зелинского, ставшего для многих хрестоматийным образом ученого, навсегда запечатлелся в моем сердце. Немного выше среднего роста, в небольшой черной шелковой профессорской шапочке, из-под которой выбивались мягкие пряди серебристо-белых волос, Со сдержанным тихим голосом и доброжелательным проницательным взглядом он производил впечатление к человеку, пришедшего из другого исторического времени и каким-то непонятным образом попавшего в трагическую круговерть новой эпохи, отягощенной технологическим преобразованием мира и необходимостью противостоять любому геополитическому противнику всей мощностью военно-научных достижений. Родившийся за несколько дней до отмены крепостного права, отец прожил без малого полвека в XIX столетии и чуть более полувека в XX. Начавший учиться еще при свечах, он стал невольным свидетелем катастрофического применения атомного оружия. Спадший русскую армию от газа в 1915 году, он дожил до победы в 1945, в осуществлении которой он внес и свою немалую химическую лепту. Когда я родился, отцу было уже 72 года. Одно из воспоминаний, которое запечатлелось во мне с самого раннего детства, это радостное для меня возвращение отца из его химической лаборатории в старом МДУ домой. Благо, что квартиры и лаборатории находились в одном и том же здании. Где-то в районе между шестью и семью часами вечера раздавался привычный щелк его большого старинного ключа. Открывалась двойная дверь, ведущая из лаборатории в квартиру, и отец, часто в наброшенном светло-коричневом пледе через плечо, в лаборатории были сквозняки, появлялся из-за двери. Я всегда ждал этого момента, бросался навстречу и норовил забраться под самый край пледа. И так мы вместе, мне было 3-4 года, входили в его квартирный кабинет в старом здании Московского государственного университета. В лаборатории отец проводил большую часть жизни, иногда даже не возвращался к обеду, наблюдая за ходом реакции. Поэтому эти вечерние встречи были для меня всегда очень дороги. Нечая в свои поздние годы иметь первенца сына, он был безмерно счастлив и очень меня любил. Помню даже, что он напевал мне колыбельные песни. Его голос был непередаваемо нежен, музыкален и шел из самой глубины любящего сердца. Впоследствии мама вспоминала, что таких колыбельных песен она не слышала ни у кого. Дом наш всегда был открыт для всех, кто хотел видеть отца и говорить с ним. Это были три категории людей. Первая, самая многочисленная, были, конечно, химики. Его ученики, сотрудники, коллеги. Ко второй категории относились люди, которые ждали и часто получали от отца помощь в самых тяжелых обстоятельствах своей жизни. Нередко эта помощь была связана с тем, что его просили похлопотать за невинно осужденных. К третьей категории относились люди, которые не были связаны с химией. Это были люди искусства. Артисты, художники, музыканты, поэты. Как сейчас помню, яблочко на знаменитую актрису Малого театра, которая в свое время пригласила отца войти в художественный совет Малого театра. Хорошо помню Ивана Семеновича Козловского и его знаменитого аккомпаниатора, неподражаемого гитариста Иванова Коровского. Таких камерных концертов старинной русской музыки, которые бывали у нас дома, вряд ли можно было бы услышать где-то еще. В последние годы своей жизни отец раза два, а может быть и три, посещал театр Ермоловый, где молодой Всеволод Якут блистательно сыграл роль Пушкина. Но, пожалуй, самое сильное впечатление у меня сохранилось от встречи отца с художником Михаилом Васильевичем Нестером. «Мой отец преклонялся перед ним, как гениальным выразителем православной души русского народа». Нестеров платил ему тем же. Его восхищала глубина научного постижения и та мудрость истинного ученого, которая дается немногим смертным.